У нас произошло возгорание электрического счетчика на втором этаже. Главное не поддаваться панике и немедленно позвонить в экстренные службы. Условно загорелась раздевалка на втором этаже фитнес-центра. Самостоятельно покинули помещение 50 человек. Это персонал и посетители. Выходы знаю. Понадобилось минут 5 позвонить, сказать, что произошло, сколько было эвакуировано людей, сколько осталось. Надышались угарным газом и не смогли выйти из спортзала двое посетителей. Им понадобилась помощь спасателей, которые прибыли в течение 10 минут. К тому времени второй этаж уже окутал едкий дым. Ситуация осложнялась тем, что объем кислорода в баллонах ограничен. Так надо будет, сколько у них воздуха осталось в баллоне. Я рассчитываю, через сколько они должны выйти оттуда. На 10 минут дремя осталось. Пострадавших спасли. Еще через полчаса огонь полностью потушили. Сейчас мы проверяем работоспособность гидранта. Именно от гидрантов зависит, насколько быстро ликвидируют возгорание. В этом фитнес-центре их два и в исправном состоянии. Как правило, городские противопожарные источники не вызывают нареканий. Чего не скажешь о сельских. Сейчас проверяют все водоемы, а также пирсы, водонапорные башни и гидранты. С началом дачного сезона напор в них обычно снижается, что затрудняет работу спасателей во время ЧУП. Во время поливочного сезона все сельские жители начинают поливать огороды. Из-за этого давление в водопроводе понижается. Но с этой ситуацией мы тоже можем бороться. У нас водопроводное канализационное хозяйство, это водоканал, может производить перекрытие задвижек. И тем самым мы поднимаем давление в сети. На прошлой неделе в Альметьевске произошло сразу два крупных пожара. На улице Базовой горели садовые участки и деревья. Рядом с селом Кульчарь и Повагонь вспыхнул на площади более 800 квадратных метров. Горел камыш. Угрозы населенного пункта отсутствуют, так как там протекает речка. Преграда была. Силы средства, так скажем, были повышены в номер один бис. По прибытию, значит, были вовремя локализованы, ликвидированы данное место. В связи с чем дало большое распространение пожара, так как данное место является болотистым. Разная растительность, камыш, трава. Из-за этого имел большую площадь на распространение. Особый противопожарный режим в Татарстане продолжает действовать до 12 мая. В майские праздники усилят патрулирование лесов и прибрежных территорий. Аделя Закирова, Ириха Бибуллин, ТНВ, Альметьевск.